Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал Китай в помощь. Развивая свою систему умного дома, я решил обзавестись умным удлинителем. Согласитесь, круто иметь возможность, к примеру, обесточить забытый утюг или настольную лампу, ну или заставить ту же лампу работать по расписанию. В общем, наливайте чаек, начинаем с распаковки. Итак, с распаковкой мы закончили. Упаковывается удлинитель в белую картонную коробку с иллюстрацией и указанием технических характеристик. Внутри находится только сам удлинитель и небольшая инструкция, ничего лишнего. Обошелся мне этот гаджет в 28 долларов, и да, я с вами согласен, дороговато, но цена оправдана функционалом. Это далеко не простой удлинитель, хотя выглядит именно так. Итак, покупая умный удлинитель ZLD44, именно такое название носит данная модель, мы получаем 4 евро розетки с заземляющим контактом и защитными шторками, а также 4 гнезда USB-A для подключения устройств с соответствующим интерфейсом питания или для зарядки гаджетов. Это первое крайне важное отличие от обычного удлинителя. Также на верхней стороне располагается кнопка включения и выключения удлинителя. На одном из торцов устройства организован вывод кабеля питания. Причем странно, организован он в виде пластиковой втулки, которая никак не защищает кабель от перегиба. По соседству находится кнопка термозащиты. По умолчанию она утоплена, но в случае перегрузки она отщелкивается наружу и отключает питание. Что касается нижней стороны, то тут можно найти 4 резиновые ножки. Они же являются заглушками корпусных винтов. Здесь же находятся 4 кронштейна для настенного крепления и табличка с указанием технических характеристик. О характеристиках чуть позже. Размеры корпуса удлинителя 332 на 63 на 40 миллиметров. Выполнен он из поликарбоната и АБС-пластика, якобы негорючих. Точнее самозатухающих в течение 10 секунд. Попробуем проверить это во время тестов. Что касается кабеля питания, то он имеет 3 многопроволочные медные жилы с сечением 0,75. Длина кабеля 1 метр 80 сантиметров. Других вариантов не предлагается. Хотите кабель длиннее, придется менять его целиком самостоятельно. И вот теперь посмотрим на характеристики. Так удлинитель рассчитан на работу в сетях переменного напряжения в диапазоне от 100 до 240 вольт. Максимальная мощность подключаемой нагрузки 2400 ватт. То есть к этому удлинителю можно подключить утюг, фен или не очень мощный обогреватель, но точно не все сразу. Более 10 ампер удлинитель не переварит и будет срабатывать термозащита, о которой я говорил ранее. Что касается USB портов, то они поддерживают только обычную зарядку напряжения 5 вольт и могут выдать до 4 ампер тока. То есть суммарная мощность 20 ватт. Однако, судя по упаковке, существует также версия и на 6 ампер. Кстати, именно такую я и заказывал, но прислали мне версию на 4 ампера. В принципе, думаю мне этого хватит. Ну и теперь о функциях, благодаря которым удлинителю было присвоено звание умного. Данный удлинитель имеет встроенный Wi-Fi модуль, который позволяет интегрировать его в систему умного дома Tuya или Smart Life. После интеграции у пользователя появляется возможность удаленно из любой точки земного шара, где есть мобильный или Wi-Fi интернет, управлять питанием устройств, подключенных к этому удлинителю. Причем, что очень важно, владелец может отключать или включать любую розетку по отдельности, независимо от остальных. Также можно активировать или деактивировать USB разъемы, правда только все разом. Ну и естественно, к возможностям удаленного контроля прибавляем все возможности системы умного дома Tuya, а именно работа по расписанию или выполнение умных сценариев со взаимодействием с другими устройствами умного дома. И перед тем, как попробовать все это в действии, давайте заглянем внутрь устройства, чтобы понять, как оно устроено и как работает. Для этого снимаем ножки, служащие заглушками. И выкручиваем шесть винтов под треугольную отвертку. Далее, используя пластиковую лопатку или карточку, отщелкиваем заднюю крышку. И, наконец, снимаем ее. Внутри видим две платы, одна из которых опоясывает розетки. Также видим, что заземление и один из питающих контактов выполнены общими шинами. А вторые питающие контакты запитаны индивидуально через реле. Давайте разбирать устройство дальше. Для этого выкручиваем винты, которыми плата крепится к корпусу. Теперь демонтируем шины и индивидуальные контакты. И снимаем защитные шторки. Они выполнены в виде индивидуальных модулей. И если вы по какой-то причине не любите защитные шторки, хотя они здесь срабатывают как надо, то их можно удалить. И вот теперь мы можем извлечь всю начинку из удлинителя. Так мы видим, что питание подается через термовыключатель. Далее, либо фаза, либо ноль уходит на плату с реле и через нее на плату блока питания. А второй провод питания, опять же, либо фаза, либо ноль, идет сразу на шину и через нее опять же на плату блока питания. Далее блок питания преобразует переменку в постоянный 5 вольт и уже этим напряжением запитывает как порты USB, так и вторую плату с реле, Wi-Fi модулем и контроллером. То есть получается, что на плату с реле всегда подводится либо только фаза, либо только ноль, что, как мне кажется, добавляет устройству электробезопасности. Интересным показалось расположение реле. Три штуки расположены рядышком, а одно реле-изгой вынесено на другую сторону платы. Максимально заявленный ток реле 10 А. В остальном мы видим стандартную для устройств умного дома начинку в виде Wi-Fi модуля и сопутствующих компонентов. А вот и крупный план блока питания. К нему претензий у меня нет, обычный импульсный преобразователь. Нужно будет только проверить, выдает ли он заявленные 4 А и справляется ли с пульсациями напряжения. К пайке компонентов также никаких претензий нет, следов неаккуратной пайки или неотмытого флюса я не наблюдаю. Отмечу, что один из силовых проводов, а также заземление припаяны к общей шине. А провода на индивидуальные контакты приварены. И знаю, многих пугает пайка силовых проводов, мол от нагрева отпаяется, но это конечно же напрасно. Термозащита сработает задолго до существенного нагрева места пайки. В общем, собираю все обратно и будем разбираться со смарт-функциями, а также характеристиками USB. И да, в процессе сборки я взял образец материала корпуса для будущих огненных испытаний. Итак, сборка вроде как удалась, давайте подадим на удлинитель питания. Готово, удлинитель заработал. И уже сейчас с помощью кнопки мы можем включать и отключать выводы, правда все разом. Отмечу, что и у кнопки, и у каждого вывода есть светодиодный индикатор состояния зеленого цвета. Возможно, вам сейчас при ярком освещении их видно не очень хорошо, но далее рассмотрите их поближе. При этом, если зажать кнопку на несколько секунд, ее индикатор начнет мигать, оповещая о запуске подключения к Wi-Fi и приложению. Нам остается в приложении нажать кнопку добавить устройство и выбрать либо автосканирование, либо вручную добавить устройство. Так я выбираю Wi-Fi удлинитель и далее просто следую инструкции на экране. Отлично, процесс сопряжения прошел успешно, устройство добавлено в систему. Вот теперь у нас появилась возможность управлять каждым выходом по отдельности удаленно. Страничка управления сделана достаточно странно, ничто не мешало разработчикам сделать ее компактней, чтобы не приходилось прокручивать, но главное все работает. Просто нажимаем на нужную розетку или USB разъемы и слышим как срабатывает реле. Причем работает все достаточно четко, повторюсь, и работать будет везде, где есть интернет. На этой же странице мы можем каждой из розеток присвоить имя, чтобы не путаться и не забыть, что куда подключено. Также мы можем настроить расписание включения или выключения каждого выхода. Настроить обратный отсчет Или в меню приложения Туя создать умный сценарий. В принципе я уже рассказывал как работает умный сценарий ранее, но давайте повторим. Например нам нужно чтобы при открытии двери загоралась настольная лампа. Так создаем действие включить USB порты и добавляем условия при открытии двери. Проверяем. Теперь при сработке датчика двери свет автоматически включается. Аналогично можно настроить и деактивацию устройства. Причем надеюсь вы понимаете, что вместо датчика двери может быть датчик движения, освещенности, температуры, да хоть протечки воды. Завязать работу удлинителя можно на любой датчик или компонент умного дома. Нужно чтобы включился свет по расписанию? Легко. Хотите чтобы при определенной температуре за окном или в комнате включался обогреватель? Без проблем. Нужно во время отпуска создать эффект присутствия в жилище за счет удаленного включения радио или торшера? Пожалуйста. Не уверены выключили ли утюг из розетки? Не страшно. Обесточить прибор можно и из автобуса. И так далее. Тут что называется на что хватит вашей фантазии. Теперь предлагаю разобраться с USB выводами. Думаю вам как и мне интересно посмотреть на что они способны. Для этого подключаем к одному из выводов USB тестер с нагрузочным модулем. Порты тут если что запараллелены. Так что все возможное можно получить от любого из них. И так сходу активируем нагрузку 4 А. И как видите удлинитель без проблем эти самые заявленные 4 А выдал. При этом с напряжением полный порядок. Попробуем найти предельный максимум. И как я вижу при значении в 4,5 А начинается существенная просадка по напряжению. И в конечном итоге удлинитель отключается. Также давайте проверим как будет реагировать напряжение при активации или деактивации выводов. Как никак а реле также запитываются от того же блока питания. И как видите в момент активации и работы реле с напряжением полный порядок. Ну и наконец не оставим без внимания такой параметр как пульсации напряжения на USB выводах. Для этого будем использовать портативный осциллограф DSO-150. Я убежден что пульсации выше 2% от номинального напряжения это уже плохо. Лучше уложиться в 1%. И так проверяем. Подаем нагрузку. Режим 5 вольт 4 ампера. И в таком режиме пульсации составляют 75 милливольт. Что чуть более 1%, но все еще отличный результат. Ну и напоследок проверка огнестойкости материалов корпуса. Поджигаем образец и наблюдаем за поведением огня. И первый результат меня радует. Огонь потух. Попробуем поджечь образец еще раз. И вот тут мы видим что никаким огнестойким материалом этот пластик не является. И спокойно поддерживает горение как и любой другой обычный пластик. В общем устройство, а точнее его производитель получают жирный минус за обман покупателя. Так как используют совершенно обычный пластик. Хотя заявляют пластик не поддерживающий горение. Ну и теперь плавно переходим к итогам. Как я уже говорил неоднократно, этот удлинитель позволяет нам управлять питанием нескольких устройств удаленно. Это просто находка для забывчивых людей. Тех кому хочется автоматизировать рутинные процессы. Или тех кому просто не хочется вылезать из-под теплого одеяла, чтобы погасить настольную лампу или монитор компьютера. Лично я совмещаю в себе все три варианта одновременно. Возвращаясь к вопросу дороговизны, я могу констатировать, что устройство совмещает в себе удлинитель с защитой от перегрузки. Четыре Wi-Fi розетки и неплохой USB зарядник на 4 Ампера, также с удаленным контролем. И если вы решите купить эти устройства по отдельности, то заплатите намного больше 28 долларов. Так что цена вполне оправдана. Ну а если говорить о минусах устройства, то к ним я могу отнести отсутствие заявленной огнестойкости. А также, так и быть, к минусам отнесу пайку силовых проводов. В общем, выглядит устройство приятно, собрано, качественно, работает быстро и четко. Так что я покупкой более чем доволен. Ну а нужен ли вам подобный гаджет и подходит ли данная модель в частности, решайте самостоятельно. Информации для принятия правильного решения у вас теперь предостаточно. Если понравилось видео и вы хотите продолжение темы умного дома с Алиэкспресс, лучший способ нам об этом сообщить, это поставить лайк под видео, поделиться обзором с друзьями и написать позитивный комментарий. В общем, с вас позитивная активность, а с нас новые честные обзоры. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее.